24 года тому назад я купил как, ну не сказать, что она как новая, но это нормально. — Миша, мы этому можем посвятить отдельную передачу. — Гаража сейла. — Именно почему? Это стиль нашей жизни. — Формирование сейла. — Если кто-то думает, что на гараже сейле продают гарбич, вы очень сомневаетесь. Вы можете купить вещь даже в упаковке, которую никогда не одевались. — Ну, возможно, не все знают, аудитория, опять же, из постсоветского пространства не знает, что такое гараж сейл. И сравнивать этот гараж сейл можно действительно с гарбичем, где выставляют какие-то эти… — Нет, нет, на гараже, больше того, там любая вещь, если она была в какой-то использована, там иногда детские вещи продают, мы сами от наших детей кучу передаем там в следующем. Вот, она вся выстирана, проглажена, так сказать. — Ну, это следующая… — Это традиция. — Одной из следующих наших программ. — Ну, к чему я, собственно, веду, что те люди, у которых, скажем, аварийный фонд в том или ином виде есть, когда вот они переступили наши, так сказать, золотые 50, что дальше уже вопрос, так сказать, технический. Я больше обращаюсь к тем, кто, находясь в этом состоянии, рассчитывает на то, что он начнёт пользоваться своим инвестмент-портфолио. Так вот, практика показывает, что люди очень нежелательно туда, без желания туда залезают, с боязнью как-то, последние деньги там и так далее. А в результате они себя ограничивают в свою жизнь. Если это их устраивает на здоровье, но если для кого-то это существует какой-то дискомфорт, такой чисто социальный, как-то я всю жизнь работал, и вдруг я должен себя лишить вот этих вещей, аварийный фонд — идеальный инструмент. И те люди, которые думают, что… Ну, вернее, скажем так, я помню, как эти фонды создаются годами, и у людей впечатление, что вот этот аварийный фонд, который мы можем построить на кредитных карточках, тоже займёт годы. Нет, мы говорим о месяцах. И у меня есть хороший пример, когда пенсионеры, которые пришли ко мне, сказав, вот мы в пятницу получаем последний чек. Так вот, прошло два, уже, боже мой, три года, а у ребят фонд из кредитных карт больше, чем четверть миллиона. Очень важна такая стартовая позиция. Да, но сейчас мы говорим о аварийном фоне, не состоящем из кредитных карточек. Именно. Из кредитных карточек. Именно, потому что говорить о том, что не под нашим контролем, зачем я буду… Это, знаете, вот типа там я читал в своё время книжки о питании, да, в России. Они говорят, ну, если у вас ничего нет, спуститесь в погреб и возьмите ананасы. И бедный советский человек сначала вспомнил, что такое погреб для живущего в городе, а потом, что такое ананасы, как, чего они у него там делают. Так вот, я не говорю о деньгах, которые люди отложили. Мои советы эту сумму не увеличат. А вот мои советы о том, как работать с кредитными карточками, могут дать им суммы большие, может быть, иногда на порядок больше, чем то, что они накопили в своей жизни. Я как раз хотел сказать, что нашему человеку, советскому человеку, присуще копить. Если не копить, то откладывать. А оказывается, дорогие друзья, дело не в том, что мы там в кубышку это всё откладываем, свои же деньги, которые, это тоже надо бы, да. Но речь идёт о том, что чего мы никогда не делали, поскольку понятие кредитная карточка, ну, наверное, многие узнали относительно недавно, особенно те, кто проживает за пределами, так сказать, в Соединённых Штатах, потому что здесь это уже давно. А насколько я помню, такого понятия вообще и близко не было, когда я проживал на той территории. Наверное, ещё долго после того, как я оттуда уехал. Но теперь такая возможность, дорогие друзья, есть. Кстати, немножко отвлекусь. Я вчера совершенно случайно наткнулся, проверяя свой счёт в банке, что у вас в кустах рояль. Нет, я наткнулся на то, что у меня там написано «посмотреть свой FICA score», то есть свою, ту самую кредитную линию, которая мне, кредитное бюро устанавливает, и это для всех жителей Соединённых Штатов, то есть показатель того, как вы... Показатель вашего финансового здоровья. Да, и я посмотрел и с удивлением убедился, оказывается, это бесплатно. Значит, мне предоставляет Chase Bank, не знаю, как вообще, наверное, всем. И там по месяцам. И вот я узнал свой FICA score, который составляет 795. То есть это, ну, как бы хороший, после 760. Очень хороший. Очень хороший, да. Но у меня было за 800, и я посмотрел, почему. И вот там написано, там все зелёненькие, 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 и написано то, о чём мы с вами говорили. Кстати, вот на практике, дорогие друзья, я вчера сам проверил это. Соотношение моих задолженностей по кредитным карточкам, которые я специально открыл для того, чтобы взять деньги и переложить в то место, куда мне надо переложить, вот это соотношение было выше. То есть красненькое... Стало выше. Стало выше, чем... И поэтому кредитный шкор немножечко... Нет, он упал, поскольку это стало выше. Но я стал выплачивать, и оно уже по месяцу, оно стало двигаться вверх. 795. Было 785, а до этого было 810. 815. Давайте, Майкл, мы не будем забивать цифрами. Наша задача – дать идею, дать направление. Потому что сами по себе цифры, они очень конкретные. И я вам скажу больше того, масса людей, особенно в Америке, сейчас сконцентрировалась на этих FICA score. И, как говорится, они за деревьями и не видят лес. И, как говорится, это нас не касается. Это правда. Кстати, раньше этого просто не было, мы этого не знали. А теперь это стали показывать. Я подумал, как Америка жила до 95-го года, не знаю, что такое вообще кредит репорт. Да. Ну, сейчас... Ну, и не выступно любому. Значит, давайте мы скажем так. Так, мы... Подведем резюме. Подведем, приведем итог маленький. Для тех людей, которые, скажем, проанализировали свое состояние, определили период времени, который у них еще остался для работы, а дальше к этому, дорогие друзья, по крайней мере, по статистике Америки, прибавьте еще, по крайней мере, 25 лет. 25 лет в среднем живут пенсионеры в Америке. То есть, после того, как перестанут зарабатывать деньги. На всякий случай. Люди сейчас зададут вопрос, а сколько тогда возрастной тот самый ценз, после которого люди переходят на пенсию. Я боюсь вам точно сказать, это можно найти в интернете. Я думаю, где-то он наверху 70-х лет, 70-ти годов, но... Нет, я могу сказать точно, сколько. Работающему человеку в Америке, чтобы получить полную пенсию, надо... Ну-ну, я не об этом говорю, я не про пенсию, я говорю, сколько люди живут. А сколько люди живут, это я не знаю. Вот, поэтому, если определить, что, скажем, человек там в 65 перестал получать зарплату, и впереди у него еще 20 лет, вот, то нетрудно посчитать, хватит ли мне этих денег на это, чтобы существовать нормально. И если я определю, какая у меня там есть шорточ, как мне аварийный фонд позволит покрыть этот недостаток. Ну, понятно, ну, 25 лет это, так сказать, средняя продолжительность, да, по больнице, да, мы же знаем, да. Я вам скажу, что в реальности, вот, в тех благоприятных районах, в которых мы живем, потому что статистика, к сожалению, берет именно среднюю по больнице, то видеть в холст-клабе людей 85-90 лет, это не редкость. Поверьте мне, я это хожу туда регулярно, и я с удовольствием наблюдаю этих бодрых людей, которых даже трудно назвать стариками. Понимаете, настолько они, и даже не вопрос тела, это вопрос их менталитета. То есть люди продолжают функционировать, ну, ощущая себя там 40-летним, 50-летним там и так далее. Да, ну, я думаю, что наши радиослушатели, в данном случае телезрители, видя Джозефа Розенберг, так сказать, на своих экранах. Сейчас открою, самую большую тайну. Я не буду ничего открывать, но тоже далеко не мальчик. Не мальчик. Выглядящий. Мы вступили в 8-й десяток. Вот так, дорогие друзья. А я вчера разговаривал с одним достаточно известным человеком, не только на территории нашего города и Соединенных Штатов, но далеко за пределами и в Высшем Советском Союзе известным, Григорий Эдекштейн, который, кстати, у нас будет выступать. Гриша тоже молодец, он выглядит. 80 лет отметишь. И это просто, просто невероятно, как он выглядит. И вот мы, кстати, скоро с ним сделаем здесь программу, и он будет исполнять свои произведения. О том, как жить долго и счастливо. Нет, он будет исполнять свои произведения. И благодаря тому, как мы правильно функционируем в этих лабиринтах жизни, в том числе финансовой, мы выглядим соответственным образом. Ну, не считай, конечно, меня, поскольку я только учусь. Миша не скромничает. Да, поскольку, да. Ну, тоже, кстати, за пределами того пенсионного возраста, тем не менее. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Благодарим. Завершающий такой тип, подсказки. Да. Значит, для того, чтобы, так сказать, это время, которое вы провели с нами, не было для вас потеряно, я вам очень рекомендую сделать два шага. Первое. Попытайтесь проанализировать свою финансовую ситуацию самостоятельно. Это первое. И второе. Соотнесите вашу оценку с мнением специалиста. Значит, если вам трудно это сделать самостоятельно, можете обратиться сразу к специалисту. Да. И все телефоны и имейлы вы можете видеть на экране. И территориальное ваше расположение совершенно для меня не принципиально. Вот. Поэтому я очень рекомендую вам воспользоваться. Это бесплатный сервис. И, по крайней мере, вы побежите дальше с открытыми глазами. Вы видите? Бесплатный сервис, чего в принципе не бывает, особенно на территории... Ну, это, знаете, такая, как лицать... Завлекалка. Завлекалка, да. Завлекалка. Я вам скажу такую вещь, Миша, давай, Майкл. Мух отдельно, варенье отдельно. У меня есть достаточно много людей, которых я знаю только по e-mail. И когда мне человек задает конкретный вопрос, вы что думаете? Я спрашиваю, он купил у меня мебершип или нет? Я ему отвечаю. Вчера еду в машине, мне кто-то задал очень конкретный вопрос. И я ему ответил. В машине? Я даже не знаю, кто мне позвонил. Понятно. Дорогие друзья, у вас преимущество большое, потому что вы знаете, кому вы звоните. Нет, тот человек-то знал. Я не знал, кому я отвечал. Но если вы представитесь, это поможет. Нет. Нет. Нет, у меня никакой дискриминации, так сказать. Хорошо. Главное, чтобы я понял человек. Я... Да. Замечательно. Хорошо. Тогда на этом позвольте закончить нашу программу. Как всегда, очень интересно. Познавательно, я бы так сказал. Ну и до новых встреч. Мы встретимся совсем скоро. Спасибо. Всего доброго, дорогие друзья. И думайте о себе. Позвольте. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok